понятно а вот самый переоцененный то он вообще будет или аризона мобайл как вообще ты все это укладываешь у себя в голове вот то есть я обычный круг не могу все это сделать а ты как ты-то все это делаешь я тебе расскажу как я все это делаю просто понимаешь вот плюс это то что он недооценен а минус это то что он переоценен ну во первых давай будем объективны скины бомжей новое видео выходит каждый день в 20.00 ролик сделан при поддержке аризона рп вся дополнительная информация в описании всем врагам как говорится привет почему врагам вы можете меня спросить на такая знаете ли заядлая аудитория друзей братанов друзей от другов дружков и вот всех вот эти вот прочих людей а потому что только враги только самые настоящие хейтеры завистники агрессоры и все прочие люди после ролика под названием самый недооцененный проект а могут писать но слушай так вот самый недооцененный проект а вот это вот ну понятно а вот самый переоцененный то он вообще будет или как вообще типа ты мне расскажи или чё или тебя подкупили опять этот аризона тебя подкупила 5 или чего ты нам хочешь сказать ну вот просто что мы от тебя уже все что угодно ждем как бы ну само собой оно как бы и понятно что ты постоянно будешь там вот это вот говорить там не переоценено там переоценено и так далее и вот сегодня я расскажу вам о самом переоцененном а проекте в gta сам так вот как вы можете знать из предыдущего ролика под названием самый недооцененный проект в gta сам android на телефон а мобильный гта крем пс анандрес мультиплеер и вот все можете знать что самый недооцененный проект это аризона мобайл у что я уже обо всем этом рассказывал почему аризона мобайл это самый недооцененный проект в gta sampe в гта sandras мультиплеер об всех прочих о проявлениях вот этого самого мультиплеера но сегодня я буду рассказывать о самом переоцененном проекте И вы уже можете написать в комментарии о том, мол, а какой же проект это всё-таки будет? Какой серверу достоится звание самого переоценённого? Может быть, Сантроп РП? Может быть, онлайн рулиплей? Может быть, флейм рулиплей? А может быть, сервер того самого Андрюхи Киевского? Или этого, как его? Андреа Павлова? Ну, в общем, как-то там его завод, вот этот вот, там, сервер у него сам мобайл, в общем-то, называется. Какой же всё-таки сервер будет самым переоценённым? Ну, давай, вот удиви нас, просто аризоновская вот эта, знаете ли, шавка. Какой вот что будет? Но давайте перед этим я расскажу вам маленькую предысторию насчёт вот всего этого. Я рос в такой, знаете, небогатой семье, там, с малым достатком, а со всем вот этим вот, знаете ли, прочим. И поэтому для меня говорить, что какой-то проект переоценённый или какой-то проект недооценённый всегда очень сложно. Ведь как я, человек, который вот мало вообще в своей жизни повидал, могу судить о каких-то проектах? Ну, вот каким просто образом? И почему-то меня, человека с двумя тысячами пятьсот подписчиков, может быть, уже шестьсот, может быть, уже три тысячи подписчиков, я толком не знаю. Я записываю все эти видеоролики 1 мая и вообще не могу знать, что там как будет. Поэтому, ну, вы сами понимаете, какое там количество подписчиков уже будет. Поэтому не стоит относиться ко мне к какому-то вот этому, знаете, критику. То есть я даже заикаюсь, потому что я очень сильно волнуюсь. На меня возлагают какие-то очень большие надежды в плане, ну, вот, всего вот этого видеопроизводства, всего вот этого отзыва о серверах, чего-то прочего, рецензии, возможно, какой-то. А я же просто, ну, снимаю вот эти вот видеоролики на YouTube. Зачем? Почему от меня ждут чего-то жёсткого? Я, я толком всё это не понимаю, но ладно, ладно, давайте обойдёмся мы без всего этого, без вот этих вот всех долгих предысторий, без вот этого давления на жалость, это ни к чему хорошему никогда не приводит. Я вообще не люблю всех этих долбоёбов, которые постоянно как-то давят на жалость, пытаются надавить и сделать всё прочее. Мне это, ну, мне это не нравится. Я вот не хочу со всем этим иметь вообще хоть какие-то, хоть маломальские дела. Так вот, я считаю, что самый переоценённый проект в GTA Сам для Android, это Arizona Mobile Rb. Вот, сука, чё несёт долбоёб этому пидорасу лишь бы пургу наплести, а ему и верят, бля, ему и верят. Ну, это вообще, это пиздец, бля, это долбоёб, хуила, ё, пиздец, ему и верят ещё, бля, блядь, но это вообще пи***. Да, не спешите закрывать данный видеоролик с той статуей, тихо, тихо, тихо. Я понимаю, ты потянулся уже к кнопке поставить дизлайк, ты можешь это сделать прямо сейчас, либо же поставить лайк уже на ролик. Я не знаю, что ты там будешь делать, мне абсолютно точно похуй на то, что ты делаешь. Но, знаешь одно, знаешь вот одно то, что я хочу тебе сказать. Я просто выражу некоторые свои, возможно, мысли по поводу всего этого. Ведь ты можешь спросить, как обычный такой, знаешь, среднестатистический, среднестатистический, среднестатистика. А, человек, ты можешь у меня спросить, мол, слушай, а вот как один и тот же проект, один и тот же сервер в GTA Samp, в мобильном GTA Samp сегменте, может быть одновременно и самым недооценённым, и самым переоценённым? То есть, как? Как вообще ты всё это укладываешь у себя в голове? Вот, то есть, я, обычный игрок, не могу всё это сделать, а ты, как ты-то всё это делаешь? И я тебе расскажу, как я всё это делаю. Просто, понимаешь, вот у сервера, у него же есть как плюсы, так и минусы. Плюсы это то, что он недооценён, а минусы это то, что он переоценён. И понимаешь, исходя из всех этих плюсов и складывая их абсолютно точно с минусами, которые по итогу у нас получаются во всей этой кардиограмме, во всём этом уравнении, мы сможем сложить уникальный проект, уникальный сервер, на котором многие люди, многие внуки, многие дети, многие внуки детей могут поиграть, могут ощутить себя кем-то тем, кем они до этого не были. Просто, понимаешь, просто вот так вот. Однако, люди до сих пор вот всё это не понимают. Так вот, почему же Arizona Mobile, я считаю, он переоценён? Ну, во-первых, давай будем объективны. Скины бомжей. То есть, уже 2020 век на дворе, и ты говоришь о скинах бомжей. Почему? Зачем? Это как, знаешь, это как не уметь вот вслепую набирать текст на клавиатуре, или как, я не знаю, не иметь у себя сенсорного телефона, смартфона, там, айфона, ещё чего-то. То есть, это на уровне, вот примерно, ну, плюс-минус одинаково, давай будем честны с тобой. Это как, ну, я не знаю, как снег в мае, это как, я не знаю, монтировкой по голове. То есть, это абсолютно ужасно, ты сам это должен понимать. Но вот оно, ну, просто я не понимаю. Я вот этого вот всего, ты знаешь, не понимаю. Вот этих вот всех скинов бомжей и всего прочего. Мне это непонятно. Во-вторых, вот, минус это большой онлайн. Кто-то может отнести это к плюсам, кто-то может отнести это к знаку равно, возможно, к знаку минус. Я не знаю. Но для меня лично это минус. Потому что, когда на сервере большой онлайн, значит, много моделей персонажей нужно прогружать. Вследствие этого онлайн падает, а у многих и так слабые мобильные компьютеры. Поэтому я считаю, что в самом деле это минус. И самый главный, третий минус, это то, что Данил Геррера, казалось бы, он уже давно, там, сделал все свои обзоры, сказал то, что надо и то, что не надо, несколько раз. Тем не менее, почему они, вот этот вот Аризона Мобайл с миллиардами, с хорошими бюджетами, не могут позволить себе заказать переобзор у Данила Геррера? Это значительный минус. Потому что мы не можем узнать объективную оценку из обзора этого самого человека. И не можем понять то, стоит нам играть на данном проекте или не стоит. Я считаю, что я сказал в данном случае все. А решать переоцененный Аризона Мобайл или недооценен, вы можете только посмотрев этот мой видеоролик и мой предыдущий видеоролик. Своё мнение вы можете написать в комментариях, как под этим роликом, так и под моим предыдущим видеороликом. Всем спасибо за просмотр данного видео. Я всех благодарю. Я всех сердечно приветствую и делаю все остальные дела. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...